Говорим с чрезвычайным и полномочным послом Украины, советником директора Национального института стратегических исследований Андреем Беселовским. Андрей Иванович, рад приветствовать. Добрый вечер, взаимно. Андрей Иванович, как вы считаете, какая основная цель была у Орбана во время этого миротворческого турне, назовем его так? Есть разные мнения, и, в общем-то, эксперты не могут сойтись, что же было важнее для Орбана. Во-первых, ему надо было укрепить положение в домашнем политикуме. У него появился соперник, которого не было на протяжении многих лет, и этот соперник на последних выборах получил порядка 40% голосов. Остальные отошли к партии Орбана. То есть он почти сравнялся в влиянии на избирателей. Орбану нужно было продемонстрировать каким-то образом дома, что он великий мировой деятель, его все принимают, с ним все советуются. Советуются. И поэтому он после Киева отправляется в Москву, потом в Пекин, а потом из Вашингтона умудряется повидаться с возможным президентом Трампом. Во-первых, это важный момент, и для Орбана иметь хорошую базу дома, поддерживающую его во всех его эскападах, это очень важно. Второй возможный, так сказать, сопутствующий ему вариант, это засветиться на мировой арене. В общем-то, Венгрия страна небольшая, и тот же Трамп полгода тому назад путал эту Венгрию с Чехией и, по-моему, даже с Нидерландами, и Орбана называл руководителем совсем другого государства. Ну, после двух встреч личных он это изучил. Но это касается Соединенных Штатов Америки. А что знают о Венгрии, в Индонезии, или в Мексике, или в Аргентине, и так далее, и так далее, или в Африке? Окей, но согласитесь, добавить внутри политических баллов, это помогло наверняка Орбану. Во всяком случае, о нем говорили, говорили много, вот до сих пор продолжаем это обсуждать. Но помогло ли это, например, в достижении второй цели, которую вы назвали? А вот тут все зависит от того, насколько будут помогать реально Орбану те люди, к которым он приезжал. Если он приезжал к Сизинпину, значит, задача теперь стоит в том, чтобы убедить Сизинпина, чтобы он рассказывал, какая Венгрия хорошая, всем, кто прислушивается к точке зрения Китая. То же самое касается и Соединенных Штатов Америки. Мы знаем, например, что Орбан, выступая на саммите НАТО, высказался не в пользу принятия Украины в НАТО. В общем-то, не нужно ее туда принимать. Да и самой Украине это не нужно. Я не голосую против в данном случае, потому что и голосовать-то не за что пока. Но я считаю, что это неправильно. Значит, эта точка зрения будет опять-таки распространяться теми, кто ее разделяет. Не только Российской Федерации на неклеймо, но другими государствами. Возможно, та же Бразилия, возможно, тот же Китай и так далее. Это второй момент. Ну и третий момент. Орбан хотел произвести впечатление на коллег по Европейскому Союзу. Вот тут он явно провалился. Он думал, что ему сойдет с рук. Он думал, что этот блестящий его вояж через три континента, он настолько впечатлит коллег по Европейскому Союзу, что они, так сказать, не обратят внимания на то, что он фактически делает. Что он фактически пытается от имени Европейского Союза строить какую-то миротворческую операцию. При этом жмет руку уголовному руководству Российской Федерации, на которой выписан ордер Международного уголовного суда. И, кроме этого, пользуется, так сказать, регалиями Европейского Союза. То есть у него сейчас на лбу написано, что он является председательствующим в Европейском Союзе. И вот эта надпись, этот знак находится постоянно на всех документах и электронных страницах Виктора Орбана. И все это путешествует вместе с ним. Но тут как раз, как я сказал, ему не обломилось. Коллеги по Европейскому Союзу очень резко высказались по этому поводу. Они четко и неоднократно повторили, что никаких полномочий от Европейского Союза Орбан не имел. Более того, поведение его считают не только неправильным, но и позорящим Европейский Союз. И будут действовать адекватно. Что отнюдь не помешало Орбану после этого подсуммировать, да? То есть подвести итоги всего этого турне миротворческого и с официальным письмом обратиться к главе Европейского Совета Шарлю Мишелю. В частности, в этом документе Орбан изложил следующее. Дал краткую оценку всего того, с кем он пообщался и что он увидел и так далее. Цитирую. При этом Орбан, естественно, критиковал Байдена и его правительство. А вот по поводу Трампа отзывался исключительно положительно. Цитирую. Действующий президент прилагает огромное усилие, чтобы остаться в гонке. Очевидно, что он не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику Соединенных Штатов. И поэтому от него нельзя ожидать новой политики, заявил Орбан. А это к чему? От него ведь тоже этого никто не требовал. Тем не менее, он посчитал правильным обратиться с официальным письмом к Шарлю Мишелю. Вот я, премьер скромной Венгрии, знаю лучше всех вас. И первых в Киеве, и вторых в Москве, и третьих в Пекине, и четвертых Дональда Трампа, и пятых в Брюсселе. Я лучше всех вас знаю, что на самом деле происходит. Оказывается, радикально усилится война. Куда уж более радикально. По тысяче с лишним человек, то есть по тысяче с лишним агрессоров убивают ежедневно на фронте. По 200-300 кабов сбрасывают. Артиллерийских дуэлей, 5-7-10 тысяч снарядов ежедневно. Куда же больше, спрашивается. Ну ладно, это детали. И я знаю ответ, что надо делать. Надо немедленно признать, остановить дипломатические отношения с Российской Федерацией. Это первое. А второе, надо, чтобы Китай нас всех помилил. А кто еще? Орбан набивает себе цену. Письмо обращает на себя внимание. Это то, что ему надо. Ну и в то же время Орбан не замечает, что общественное мнение в Европе в целом, да и в его родной стране, к нему относятся все с большим и большим подозрением. А он, собственно говоря, кто? Он почему представляет страну, в которой есть член НАТО, и ведет работу, которая противоречит и положениям, и основополагающим документам, и последним решениям НАТО. Он представляет страну, которая является членом ЕС, но он в своей деятельности и в своих рекомендациях абсолютно противоречит тому, что говорят в Брюсселе все остальные страны. Таким образом, Орбан себя, повторяю, противопоставляет и Европе, и общественному мнению, и основным организациям, и к нему, повторяю, извините, общественное отношение такое же. В Венгрия получает в ответ очень неприятные известия из Брюсселя. В Будапешт не будут ездить министры иностранных дел. В Будапешт на профильные совещания министров по отраслям не будут ездить европейские комиссары. И все те плюшки, которые я хотел представить от себя в качестве председательства еще Орбан, засохнут на камню. Андрей Иванович, как Вы считаете, какова вероятность того, что изложенные мысли в письме Орбана принадлежат не столько Орбану, сколько другим силам? Я бы даже сказал российскому диктатору. Ну, я позволю себе эти сомнения, поскольку эти тезисы, они совпадают практически с тем, что очень часто озвучивают представители Кремля. Если мы допускаем, что премьер-министр Венгрии во многом согласен с тем, что делает и как делает Владимир Путин, то не обязательно, чтобы Кремль ему вкладывал эти мысли. Эти мысли могут принадлежать ему самому. Он ищет возможности и сохранить себя как фигуру в политическом бомонте, и представить себя как некого миротворца, как очень находчивого дипломата. То есть эти очевидные вещи надо взять и просто перестать стрелять. Просто помириться. Никому не приходит в голову, а только ему. И в то же время заручиться поддержкой богатого Китая и возможного президента Соединенных Штатов. То есть учит ли его Путин, учит ли его министр России, посол Российской Федерации в Будапеште, не суть важна. К сожалению, речь идет о человеке, который, желая власти и для того, чтобы остаться у власти после 12 с лишним лет премьерства, продал свое собственное «я», продал свои идеалы. Мы же помним, кто такой Орбан вначале. Орбан – это один из наиболее ярких представителей молодежи, которые осуждали коммунистическое правительство в Венгрии, которые требовали быстрых реформ, которые двигали, собственно говоря, в Венгрию и в Европейский Союз и в НАТО. И вот теперь этот Орбан, для того, чтобы и дальше сидеть в своем кресле и напускать туман в разных столицах от имени своей страны, все это продал. И продался, собственно говоря, кому? Продался тем, кто ведет агрессивную войну в Европе. Украина, не Украина, дело не в Украине здесь. Это же Россия ведет войну и против Грузии. Это же Россия оккупирует часть Молдовы. Это же Россия говорит, что мы завтра будем в Берлине, а перед этим мы разрушим Варшаву. И так далее. Вот с этими людьми, с этой кликой и себя ассоциирует Орбан. Когда-то очень активный и видный революционер. Реакция Шарля Мишеля тоже не заставила себя долго ждать. Ее Ройтерс публикует, среди прочего, буквально несколько моментов из этой реакции. Мишель заявил премьер-министру Венгрии, что он не имеет мандата Европейского Союза на переговоры по войне в Украине. Кроме того, отверг утверждение Орбана о том, что ЕС проводит провоенную политику в отношении Украины. А еще Мишель подчеркнул, что ни одна дискуссия об Украине не может проходить без Украины. И отметил, что ЕС последовательно стремится создать широкую международную поддержку всеобъемлющего, справедливого и длительного мира. А что за этим последует, кроме слов, довольно конкретных и четко произнесенных Шарля Мишелем? Я уже сказал о том, что в Европейской комиссии решили максимально дистанцироваться от всех мероприятий, которые будет проводить венгерское председательство. Это серьезный удар по авторитету Венгрии, потому что венгерские граждане будут знать, что к ним приехали рядовые чиновники. А к предыдущему и к следующему председательствующим будут приезжать министры и европейские комиссары. Соответственно, и пострадает, скажем так, экономическое и политическое лицо Венгрии. Страна пострадает. Никто при этом не снимает с Венгрии обязательств улучшать верховенство права и права человека. Однако те процессы, которые начаты против Венгрии в этом плане, продолжаются. И, соответственно, деньги, которые должна получать Венгрия по распределению из Европейского Союза, это дотационная страна в рамках ЕС, она и дальше не будет получать. Более того, можно себе представить, что будут теперь присматриваться ко всем речам и действиям Венгрии еще более внимательно. Ну и, собственно, как себя чувствует рядовой венгерский гражданин? Как-то опущены. Да за что? Почему, собственно говоря? Ведь они знают, что война идет. И что война идет близко к их границам. И они знают, что если Европейский Союз со своей всей мощью, как и другие организации, как и другие страны, не будет помогать Украине, то завтра эти российские войска окажутся на границах Венгрии. Они однажды оказались. В результате мы имели 1956 год и расстрелы на улицах Будапешта. А почему нет? Если мы собираемся из Москвы бомбардировать Варшаву, то почему не Будапешт? А аппетиты у дикой клики в Кремле, они ведь не ограничиваются какой-то определенной Варшавой. Им давай все. Они же ведь заявили, что помирятся с НАТО и Европейским Союзом только в том случае, если восстановят свое влияние в границах 1997 года. А это значит, что в Венгрии не бывать ни в ЕС, ни в НАТО. Кстати, а эта память, она жива внутри Венгрии в событиях тех лет? Если барабанить во всех средствах массовой информации с утра до ночи об одном и том же, о том, что Венгрия самая правильная, самая хорошая, а война в Украине только потому, что мы неправильно себя повели по отношению к России, то постепенно многие люди в это начнут верить. Но не будем преувеличивать количество тех, кто в это верит. Многие, как сказать, притерлись, присмотрелись, как-то вот привыкли. Оно идет по накатанной. Но недавнее событие, создание партии Киса и появление Петера Мадера, ее лидера, и колоссальный успех на европейских выборах этой только что созданной партии. То есть они в конце января, в начале февраля были созданы, а в июне, в мае они получили 40% голосов. Это означает что? Это означает, что те, кто слышит и видит, что на самом деле такое Орбан, и тем, кто... то, что надоело людям вот это унижение их собственной страны, их все больше и больше. Поэтому будем ждать. Мы переждем эту беду. Мы никогда не относились воинственно или пренебрежительно к нашим соседям Мадярам. И будем надеяться, что у них хватит здравого смысла и силы воли изменить существующие неправильные клены в их собственной стране. Венгерского соседа обсудили. Уверен, будем возвращаться еще к этой теме не один раз, поскольку довольно многое происходит. Ожар. Ожар. Не хотелось бы. Ну, может быть, на каком-то этапе появится еще и позитивный контекст возвращения к этой теме. Предлагаю обсудить еще одного соседа, белорусского, на сей раз. Украина предупредила Беларусь о последствиях подписания соглашения с оккупационными властями украинского временно оккупированного полуострова Крым, отметив, что это является демонстрацией признания российской оккупации украинского полуострова. Кроме того, в украинской стране известно о как минимум семи договорах, подписанных регионами и городами Беларуси с оккупационными органами власти в Крыму. Зачем, как вы считаете, Беларусь идет на такие шаги, понимая, что за этим последуют определенные последствия дипломатического уровня? Может быть, и не только дипломатическое. Вероятно. Будем посмотреть. Будем смотреть. Дело в том, что давление Москвы, Кремля на белорусское руководство, оно ведь никуда не делось. И оно возрастает с каждым днем. С самого начала в Москве хотели, чтобы Беларусь полностью подключилась к военной авантюре Кремля. Этого не произошло. Во всяком случае, пока. Не произошло хотя бы потому, что белорусский народ никогда не имел воинственных наклонностей в целом, и тем более по отношению к Украине. Ну и, несмотря на всю внутреннюю пропаганду и на жесткое руководство своей страной, белорусскому лидеру не удалось привить своим военным ненависть к Украине. А без ненависти, без пренебрежения, без ожесточения, агрессии, которые присущи российским войскам, белорусские военные воевать не пойдут. Поэтому где-то надо что-то сдавать. То ли приехать к Путину лишний раз и делать из себя клоуна, то ли листить ему на каком-то международном мероприятии. Вот все сидят, коллеги, в ШОС, в Шанхайской организации сотрудничества, и говорят там по делу. Какое у них дело? Небольшое, но говорят. А Лухашенко без сумасшедших комплиментов или балагурства и восхваления Российской Федерации никогда не обходится. Это где-то засчитывается. Но, наверное, мало. И вот поэтому не хочет Беларусь признавать Крым российской территорией. Она понимает, чем это чревато. Давайте как-нибудь хоть немножко что-то сделаем. Вот Витебск пусть подружится там условно с Евпаторией. Или там еще что-нибудь. Это вроде как незаметно. Это вроде как ни к чему не приведет. Это, может быть, в Киеве не отметят. И не будут делать из этого вывода. Отметят и будут делать из этого вывода. Много чего сдает Беларусь шаг за шагом под давлением Кремля. Последний особенный, такой неприятный момент – это проведение военных учений совместного с Китайской Народной Республикой. Таким образом, на границе Украины и Польши появляется «белорусско» в кавычках китайская вооруженная группа, группировка, которая производит учения. Учения чего? Как она будет воевать где? В Беларуси против кого? Вот и возникают вопросы. Так что, то, что Украинское министерство странных дел в довольно жестком тоне предупредило Минск, чтобы не заигрывались – это правильно. И будем надеяться, что там в головах еще что-то есть у их руководителей. Будем надеяться, что останутся. Андрей Иванович, чисто теоретически, какими могут быть последствия для Беларуси? В Беларуси, знаете, Беларусь постепенно закрывается со всех сторон. То есть ее закрывает. Польша оставила только один пограничный переход с Беларусью. А Беларусь ведь была всегда транзитным государством и на этом очень много получала. И, в частности, китайские поезда и машины, товары с китайскими товарами, машины, двигались через западную границу Беларуси в Польшу. Теперь этого нет. То же самое с Украиной. Будем резать, так сказать, по-живому там, где люди между собой общались, деревни украинские и белорусские. Там теперь выкопаны рвы. Будем просить наших друзей в Европейском Союзе распространять санкции на Беларусь жестче. И смотреть, чтобы под видом белорусских товаров не двигались русские. Иногда на это смотрели так, знаете, сквозь пальцы. Теперь не будут. Беларусь замкнута в территории России. Кстати, мы знаем, что Латвия объявила, что не будет пускать автомашины с белорусскими номерами. То же самое и у нас. Таким образом, то, что делает Лукашенко сегодня, он бьет собственный народ. Значит, ему надо будет опять побираться в Москвы. А в Москвы сейчас не очень ты и поберешься. Инфляция пошла, деньги печатают, а предметов, на которые эти деньги купить, меньше. И таким образом сейчас в Москве не до помощи Беларуси. Собственно говоря, все те, кто ведут агрессивную, безумную войну, они от нее и страдают. Страдаем так же и мы. Но мы знаем, что за нами большие мировые силы. И мы знаем, что за нами правда. И поэтому у нас впереди, в конце туннеля, есть свет. А у них наоборот. Пробка. Андрей Иванович, спасибо большое. Спасибо, что поделились своим видением происходящего. До новых встреч в эфире. Спасибо. Андрей Василовский, чрезвычайно полномочный посол Украины, советник директора Национального института стратегических исследований, присоединялся к нашему эфиру. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok